Здравствуйте! Это актуальное интервью в студии Евгения Баженко. Совет Федерации и Верхняя Палата Российского Парламента одобрил закон о повышении ежемесячного минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. С 1 мая 2018 года он будет составлять 11 163 рубля. Как это отразится на экономике региона, за счет будет произведено повышение, об этих и других аспектах нововведения мы поговорим с заместителем председателя госсобрания «Элтумен» Ольгой Валерьевной Балабкиной. Здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Доброе утро! Ольга Валерьевна, в первую очередь внесите ясность, на чьих доходах скажется повышение МРОД? А прежде всего повышение МРОД скажется, как и определено в целом по Российской Федерации, на достаточно большое количество населения, на самую низкооплачиваемую часть населения. И поэтому они станут прежде всего, они ощутимо поймут повышение МРОД. В Минтруде федеральном заявили, что регионам будет выделено 20 миллиардов на повышение. Этого достаточно? Этого недостаточно. Первые подсчеты, которые были проведены сегодня в республике, в целом на Российскую Федерацию, как утверждает и Министерство труда Российской Федерации, требуется в два раза больше денежных средств. Потому что действительно МРОД является основой для не только заработных плат, но и для выплат достаточно большой категории граждан, которые работают в сфере бюджета. Поэтому непосредственно сумма должна будет больше. Сейчас в нашем Министерстве труда Республики проводятся соответствующие расчеты. Они практически закончены, однако непосредственно необходимо сейчас сетку труда, которая существует, я ее назвала условно сеткой труда, привести в соответствующие нормативы и стандарты. То есть потребуется дополнительная помощь, она будет изыскиваться из республиканского бюджета? Она будет изыскиваться как из республиканского бюджета, так и будут, соответственно, просьбы, наши требования ставятся и к федеральному бюджету. То есть в дополнительном повышении? Дополнительное повышение по республике и будет обосновано, также обосновано еще и тем фактом, что принято в конце декабря 2017 года постановление Конституционного суда Российской Федерации, на основании которого непосредственно коэффициенты и надбавки, которые по нашей сложившейся практике, правоприменению практики, входили в состав минимального размера оплаты труда. Они сейчас должны будут начисляться на ставку первого разряда, что существенно повысит, увеличит наш расход по минимальному размеру оплаты труда. Я хочу обратить внимание на следующее. Если в целом по России установлен один минимальный размер оплаты труда, то для Якутии установлено два минимальных размера оплаты труда. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда для жителей, до полярного круга составляет 23 263 тысячи, а для жителей, которые живут за полярным кругом, составляет 26 569 рублей. С 1 мая эта цифра должна быть с расчета от 28 тысяч рублей. То есть потребуется внесение изменений в бюджет республики? Да, безусловно. Потребуется внесение изменений в бюджет республики. И при корректировке бюджета республики необходимо будет четко выделять правоприменительную практику. Уже сегодня повышение МРОД дало искаженную применительную практику на территории нашей республики. Очень многие руководители бюджетных учреждений, получив соответствующий фонд оплаты труда, увеличив заработную плату, привели к определенным сбоям в разнице оплаты труда уборщиц и персонала, который работает с образованием. А каких сфер, в первую очередь, коснется повышение? Бюджетных сфер. Да, Евгений, конечно, бюджетных сфер. Во-первых, минимальный размер оплаты труда у нас, который на настоящий момент впервые вообще приравнивается к прожиточному минимуму, он у нас является основой для оплаты труда сферы бюджета. И, конечно же, соответствующие требования есть и к организациям, которые осуществляют предпринимательскую деятельность и предпринимателям, которые обязаны минимальный размер оплаты труда уплачивать. Вот здесь большая на настоящий момент проблема, потому что, естественно, это повлечет и увеличение стоимости их услуг. Вот вы сказали, что у нас градация идет до полярного круга и за полярным кругом. Да. Насколько известно, Конституционный суд не разрешил включать северные надбавки в минимальный размер оплаты труда. Что это значит? Это значит, что непосредственно наша сумма минимального размера оплаты труда будет увеличена еще. И на настоящий момент коэффициенты надбавки будут увеличены на минимальный размер оплаты труда, будет увеличена на коэффициенты надбавки. По сложившейся в республике практике, и мы считали ее правильными, коэффициенты надбавки находились внутри минимального размера оплаты труда. То есть все равно они получаются внутри заработной оплаты труда? Да, они в любом случае будут находиться внутри заработной платы. А средняя зарплата по экономике в республике изменится в связи с этим нововведением? Да, безусловно. И как? Существенно? Она, безусловно, существенно изменится. Кроме того, нужно сказать, что изменится и расходная часть бюджета. Во-первых, изменится расходная часть бюджета в части уменьшения затрат. Уменьшатся затраты. Нам нужно будет уменьшить затраты на инвестиционную часть. Увеличатся затраты на соответствующие выплаты по заработной плате. Кроме того, будет пересмотрена система и тех пособий, в основе которых лежит у нас непосредственно минимальный размер оплаты труда. Соответственно, немного у нас изменится и подход к определению малоимущих граждан. А что это за пособие? Это пособие по непосредственному уходу за детьми, прежде всего, Евгений, конечно же. И те выплаты, которые мы платим, установили для мамочек, которые растут с детьми. А когда нужно будет внести изменения в бюджет? То есть времени-то остается уже немного. А вы говорите, еще нужно с федералами найти какие-то точки совместного времени. Я думаю, что мы в любом случае на изменения пойдем на ближайшем пленарном заседании. Я хочу обратить внимание, что республика, несмотря на то, что соответствующую задачу глава государства в лице Владимира Владимировича Путина поставил с 1 мая 2018 года, мы эту задачу выполнили раньше. А вот такой вот момент для предпринимателей. Собственно говоря, как правило, ведь именно в этой сфере зарплаты всегда официально минимальные, часть уплачивается в конвертах. Предприниматели довольны вот этим новым ведением? Они недовольны. И здесь очень много уже сегодня поступило обращений. В том числе опять звучат разные позиции, полярные позиции. Такая позиция, как о том, что коэффициенты и надбавки вновь нужно вернуть и выплачивать из государственного бюджета. Значит, Российской Федерации, Республики, Саха и Акутия, а не за счет предпринимателей. Естественно, и такая позиция звучит. Звучит позиция и о том, что действительно, раз растет минимальный размер оплаты труда, соответственно, сразу и будут расти и услуги. Цена на услуги, которые оказывают предприниматели. Мы понимаем, что она в себестоимости продукции находится, которую производят предприниматели. Звучит также позиция, например, о помощи ряду предпринимателей по определенным категориям, начинающим и так далее. Этот вопрос находится в обсуждении. Сказать, что, например, бросили и предприниматели останутся одни, в этом вопросе нельзя. Тоже изучается. Нам сейчас важнее всего на настоящий момент те тарифные сетки, которые действуют по отраслям, привести в соответствующие нормативы, для того, чтобы не было искажений на местах по его реализации как таковой. Потому что у нас сегодня практически везде, там, где руководители не смогли правильно применить сетку, возникли очень большие разрывы. То есть, а вот с предпринимателями это какие-то площадки переговорные или как это все происходит? Уже начались эти переговоры на площадке Деловой России. Я имела разговор с руководителем отделения Деловой России, буквально в мою крайнюю поездку в город Нерингри. И, соответственно, вопрос, который ставится там, он совершенно правильный. Этот вопрос уже ставился предпринимателям на площадке отчета правительства в городе Алдане. Но я думаю, что и сегодня уже и средства массовой информации к этому подключаются. В любом случае, законы республики соблюдать необходимо так же, как и Российской Федерации. А на налогах это отразится? Конечно, оно отразится на всех налогах. Да, потому что увеличится, вот самый первый вопрос, который вы задали, наверное, необходимо обратить внимание. Конечно, увеличатся выплаты в фонды соответствующие, которые платятся с заработной платы. И прежде всего это и НДФЛ. Такой вот момент тоже достаточно, так сказать, сложный несколько. Кто будет следить за исполнением? Контролирующих органов сегодня на территории Российской Федерации, как и на территории Республики, есть структуры, которые относятся к федеральным структурам, есть структуры, которые являются республиканскими. Их достаточно. Вопрос заключается в том, что необходимо четко понимать, что федеральный закон, он как действовал, так и действует, потому что не кошмарить бизнес. Его можно назвать таким образом вообще о соответствующих сроках проверки, которые относительно предпринимательные должны производиться. Но установление срока со стороны государства не означает, что не должны соблюдать закон. Закон необходимо соблюдать и сегодня пересмотреть тарифные соглашения и ставки необходимо всем. Главное, чтобы не было перекосов. Нарушение карается штрафами. Конечно, нарушение карается штрафами, безусловно, как нарушение трудового законодательства. Мы воспитываем сегодня, прежде всего, коммерсанта, который платит достойную заработную плату, но и своих работодателей. Как в целом повышение минимального размера труда отразится на коммерции? Вот момент такой зарплаты. Вернее, цены. Цены на продукты, на все остальное, они увеличатся или нет? Есть такие опасения? Конечно, они не могут не увеличиться, и лукавить здесь не имеет смысла. Любой предприниматель высчитывает, например, цену на свою продукцию, на свою услугу, исходя из той оплаты труда, которую закладывает туда оплата труда. Это повлечет увеличение. Но необходимо четко понимать, что есть регулируемые государственные цены, которые увеличить не смогут. То есть, в целом, ничего страшного с ценами не случится? Есть регулируемые цены, которые обеспечивают на жизненный уровень. Есть здоровая конкуренция, которую сегодня уже создали предприниматели на территории республики Саха-Якутия. Так, например, в одну из поездок в город Алдан обратила внимание на то, что коммерсанты, которые оказывали услуги по доставке и по реализации продукции на территорию Алданского района, недовольны тем, что пришла одна из сетей европейских, имеется в виду европейской части России, которая, соответственно, сразу понизила цены. Но и, соответственно, нужно каким-то образом выживать. С одной стороны, государство должно поддерживать местного предпринимателя, но с другой стороны, и эта сеть должна будет исполнять федеральное законодательство в части МРОТ. Спасибо. Спасибо за интересную беседу. Спасибо. Я напомню, что это было актуальное интервью. У нас в гостях был заместитель председателя госсобрания «Олтумен» Ольга Валерьевна Балабкина. Мы обсуждали последствия повышения минимального размера оплаты труда для экономики республики. А на этом все. Оставайтесь с нами на Якутия-24. Продолжение следует...